Доброго времени суток поклонники бокса. Магомед Курбанов и Леон Смит 9 июля будут биться и как ни странно будут боксировать в Екатеринбурге. Но родные стены помогают и поэтому делая прогноз, извиняюсь, выражая мнение на этот поединок, мы должны по неволе придерживаться вот этой линии. Потому что знаем прекрасно то, что в какой стране бокс, в какой стране поединок, значит у того боксера определенные преимущества. Но в одной стране они больше родные стены помогают, в другой стране меньше. Помните, когда Ярд приехал к нам в Россию с Ковалевым побоксировать и что мы из этого сделали, какой вывод? Ну ролик уже был, ворачиваться не будем, но интересен сам факт поединка. То, что как Сергею помогали родные стены, какие удары он держал и как они, эти стены, работали против Ярда, когда тот упал от джеба. Конечно, если бы этот бой был где-то там, у Ярда на родине, ну была бы другая совсем история. Но факт есть факт и никуда от этого не деться. Поэтому, вот если брать где-то на нейтральной территории с независимыми, ребята, судьями, то Патрик Тешейров, безусловно, боец лучше на порядок, чем Курбанов. И опытней, но лучше и опытней, чем Курбанов, был Лиан Смит. Помните, этот поединок тоже у нас в России был. И именно опираясь на тот фактор, то, что бой Лиан Смит и Курбанов был в России, мы давали, я давал прогноз, то, что этот поединок Курбанов должен, ну, выиграть этот поединок. Много мнений было других, потому что люди обычно опираются на какие-то боксерские заслуги. Но я оказался прав. И в конкурентном бою Курбанову подняли руку. Конечно, бой был опять повторюсь в другой стороне, но повторяться не будем. Так как, ну, пока Курбанова берегут, пока держат его здесь, в России, привозят ему бойцов, помогают ему. Сейчас там бойцы пошли, ну, уже хорошие, я имею в виду Лиан Смит, но он боец неплохой, боец интересный уже. Но, видите, побеждает он как-то у нас в России. Хотя обладает Курбанов манера ведения боя до такой степени примитивной и обыкновенной. Что, ну, как бы, нужно подучиться, мягко скажем. Нужно подприбавить, подучиться. Но это такой, ребята, российский местный фрик. То есть, такой накачанный. Ну, напоминает Джермала Джермала или Джермела Чарлова. Ну, так образно, отдаленно, потому что до них ему далеко, конечно, к Курбанову. Но образно для нашей, для местной аудитории. Это такой вот наш фрик, которого, чтобы выиграть, нужно, ну, наверное, нокаутировать. Давайте правде в глаза смотреть. И еще раз повторюсь, в любом другом месте, конечно, фаворит был Бутеширы. Но здесь уже даже букмекеры, наверное, я еще не смотрел роспись на этот бой. Букмекеры, видя уже, что, наверное, бой в России, наверное, будут делать Курбанова фаворитом. Потому что уже понимают, чем это чревато после боя с Лямом Смитом. Кто такой Патрик Тешера, ребята? Патрик Тешера такой высоченный боец, с которым трудновато на дистанции. Ну, вот объяснять не буду технику. Она вам не интересна многим по какой-то причине. Но Брайана Кастани, вы помните этого бойца, это топовый боец, который за счет манеры ведения боя, прессинг, давление, большое количество ударов, даже с таким ростом, даже такой, ну, невысокий, маленький, щупленький, пробрался на высокие позиции, прошел и Патрик Тешера, но попался фрик более серьезный, чем Магомед Курбанов. Более такой, ну, короче, боец с полутяжелого веса, который вот усушился именно до этой весовой категории. Ну, вот бывает так, ребята, каким-то образом. Потому что метр там 180 с чем-то, рост, и там мощь такая. И ошибка, ну, как ошибка, Кастани не ошибка. Он бы и, вот именно Кастани, он бы и Джермела Чарла одолел бы. Но не хватило умения работы на ближней дистанции. То есть умения работы от блока, от защиты. И вот именно вывод от первого боя Кастани не сделал. И продолжил то же самое делать, что в первом поединке. Это размениваться на ближней дистанции с этим фриком, с этим бойцом бьющим, мощным. Пренебрегая защитой. А пренебрегая защитой, это как? Это ты попадаешь два-три удара, и он попадал. И он лучше смотрелся с журналом Чарла. Некоторые недоумки считают, там, какую-то технику Чарла, которая превосходила Кастани. Ничего там этого не было, ребята. Просто, ну, недоумки, что с них брать? Когда-нибудь они поумнели. А именно, исход поединка, на исход поединка повлияло попадание от Чарла к Кастани. Потому что вот Кастани бьет 3-4 удара, допустим. Два из них попадает. И попадает, вот я смотрел бой, в Папторе смотрел. Попадают точно в подбородок. Но они не приносят ущерба. Этот человек не этой весовой категории. Ему нужно спуститься на категорию ниже. Или этому Чарлу уйти в свою полутяжелую весовой категории. Но, пропуская удары, Чарла попадает, как 2-3 промажет. Но один попадет. И вот этот один удар, он приносит намного больше ущерба, чем 2-3 удара от Кастани. И вот именно только это повлияло на исход того поединка. Когда в первом поединке, помните, потрясал он Кастани. Как бы на Кастани вывез. Но в втором поединке уже подцепил. И за счет тяжести удара, но Кастани не выдержал этот удар. А защита у Кастани хромает. Прессинг, давление есть. А вот именно в размене. И это ошибка у многих боксеров. И чтобы ее избежать, нужно, ну не знаю, меня просить, чтобы я помог. Может быть помогу, может не помогу. Это уже второй вопрос. Нашим боксерам. Потому что с этим им придется сталкиваться. С разменом. Именно с разменом. Потому что сейчас бокс именно до того, до такой степени применялся, что мы видим, какие бои происходят на ближней, средней дистанции. То есть топовые бойцы и вот два топовых бойца, и они вот дерутся на ближней, средней дистанции. Даже Чарло Фрик. И то, посмотрите, он на ближней дистанции разменивается, пропускает. Тоже уже и не устает на этой ближней дистанции. Я к чему это все говорю, друзья? Вот у Кастани не хватило мощи даже удосрочить, потешировать. Такой худой боец. Но вы его видели, да? Высокий, худющий. То есть не то, что даже. А есть вот человек, которому нужно реально в другой весовой категории драться. А если не хватило удосрочить Теширу, значит, ну, Чарл, там, такого бычка, да, очень тяжело удосрочить. Это нужно, я не знаю, работать как энерджайзер, при том, что минимизировать попадание по себе. То есть жесткий блок нужен обязательно. От защиты работать. Не работать, чтобы забить соперника, потому что мощи не хватает. Работать, чтобы по тебе не попали. То есть вот когда по тебе не попали, и тогда начинать работать. Вот такие дела, ребята. И вывод какой, друзья? Вот Патрик Теширу выдержал Брайан Кастани. Это того бойца, который в первом бою, в первом бою, ну, в сути посчитали то, что он ничья, да, с Джермелом Чарла. Поэтому, как бы, боец-то Тешира интересный в плане того, что он держит удар. Потому что, ну, Кастани, хоть и не очень бьющий, понятно. Но Кастани он функциональнее. Он намного функциональнее Курбанова. Курбанова же он очень мало бросает ударов. Он до такой степени обыкновенный. Вот это Мэйвезерская у него защита, вот это уже устаревшая. Ей уже мало кто пользуется. Практически никто. Уже все сейчас или поднимают руки, или пытаются уйти куда-то. Уже нет вот этой хрени у топовых боксеров. И поэтому, вот если Кастани его не забил, то Курбанов его тоже не забьет. Я так думаю. Наверное. Но опять в России, ребята, бой на поле чудес Екатеринбурга. Так что, по мнению на бой, что я могу сказать существенного, друзья? То, что, возможно, здесь повторится такая же история, как с Лиамом Смитом. Хотя Тешейра, он интереснее Лиама Смита. В каком плане? Не в плане защиты там от блока. А в плане того, что он еще и на дистанции, мало того, работает с длиннющими руками. Он еще начинает размениваться и хорошо держит удар. Вот в этом плане он поинтереснее Смита. И он побольше, повыше. И неудобный для Курбанова. Потому что на Курбанова нужно все равно меньше, выше бить. Вот это все. Руки вверх поднимать. Вот эти микромоменты, они все равно действуют. Поэтому, ребята, ну, Курбанову пожелаем удачи. Ну, что... По ставкам, конечно, на чью-то победу я не рекомендую здесь ставить. А куда ставить? Это у нас в Телеграме, в чате. Будем ставить денежки. Поэтому смотрите, подписывайтесь. Ну и всем удачи, друзья. Думаю, чем-то вам помог. Всем пока.